Лично для меня это обыкновенный оккультизм. Самый известный философ знаете кто? Кто знаете? Знаете кто самый известный философ? Платон! Он считал, что реально только идеи. Идеи, Карл! Шуе, как оно есть! Другой философ Декарт считал, что существует только... Бля, что? Что за дичь? Другой философ Декарт считал, что есть только он сам. Не, он не считал, что существует мыслящее и протяженное. Нет, это не троллинг. Это не троллинг, это реальность. Это реально просто чувак тупой, ребят. Я мыслю, следовательно, я существую. Я мыслю, следовательно, только я существую. Видите, как переначал? Другой мега-философ Кант придумал, что вещи сами по себе нам недоступны, потому что мы же их только органами чувств щупаем. Алло, гараж! 19 век на дворе... 21 век на дворе. Какие органы чувств? У меня такие микроскопы в лабе стоят. Такие газоанализаторы. Я понимаю, издалека бывает не видно, как там пизует Тет-Тет или Сократик, но через микроскоп-то я каждую митохондрию вижу. Короче, это белочка, это кукушечка. Люди просто не понимают, что есть... Да нет, это какой-то ученый, ребят. Вы что, это... Вот это обычный ученый. Вот вы не понимаете этого? Многие из вас смеются над Шадовым, думают, что Шадов вам врет, что Шадов вот говорит, вот ученые, тупые, идиоты там, да, они, блядь, в своих микроскопах хуй свой рассматривают и все. Вы говорите, Шадов, ты не прав, ученые умные, ученые очень умные, Шадов, вы говорите, да? Они такие, они все во всем сомневаются, они такие классные. Ты что, Шадов? Ты что ж, нет, не жирно. Это то, как средний ученый, как средний вообще специалист не по философии себе представляет философию. Как-то так. Это реально вот, вот оно. Вот, вот, вот мировоззрение среднего, среднестатистического сайентиста. Вы говорите, это троллинг, это слишком жирно. Нет. Нет. Вот так вот, вот так вот большинство людей, особенно ученых в естественных науках, себе представляют философию. Я вам серьезно говорю, это не футболка, твитер. Так, люди просто не понимают, что есть вещь, и вещь есть ощущение восприятия. Что это разные вещи. Предмет снаружи, отражение предмета в голове. Просто не понимают и выдумывают, что все относительно. Вот бы им кувалдой по тыкве надавать, посмотрел бы я на них, сука, на рацию. На их, ебать, дискурсивную формацию, а? У философ есть, короче, один приемчик, чтобы их не говнели за то, что они рассуждают о сверхчувственных вещах. Они придумали гносиологию, в кавычках. Типа они рассуждают не об окружающем мире, а о знании о нем. Изучают знания и познания, ибо всем на свете говорят не с точки зрения реальности, а с точки зрения знания. Только вот знания изучают не философы, а ученые с высоким интеллектом в специальных лабораториях. Ну вот, ребят, смотрите, я вам серьезно говорю. Почти все ученые, у них вот такой уровень интеллекта в среднем. Вот они приблизительно так же умеют читать книги, разбираться с материалом. Средний ученый, он вот такой. Возьмите любого ебаного кандидата физических, биологических, химических, хуических, математических, не знаю, сарданических, филологических, психологических, любых наук, и спросите, и поговорите с ним о философии. Вот, вот, вот что вы узнаете. Пишет, мы же уже и мысли читать научились. У нас орангутанк на языке жестов разговаривает. Горили, электроды приставили. Реальные ее мысли, сна, монитор выводим. Философы, квали, а перцепция, трансцендентальный субъект. А мы прямо электроды приставляем и выводим на монитор. Вот это круто. Как тебе моя наррация, философ? Как тебе мой бытийный модус, дружище? Плавятся трансцендентальные схематизмы? Вот. Ну вот, ребят, видите, Декарт. Декарт, он вообще, получается, верил, что есть только он. Да. Гений. Просто гений, конечно. Просто великий, великий титан. Мысли, на мой взгляд, эту дичь написал. Ну это серьезно же. Комиссия по лженауке, диссеры, докторские пишут по философии. Какой ужас. Какой ужас. При том, что история философии, ну просто обычная дисциплина. Просто обычная историческая дисциплина. Философы не верят в материальный мир. Вы это видите вообще? Вы знаете, как они называют? Объективное научное знание об окружающей... Объективное научное знание об окружающей реальности. А как они его называют, а? Программы, парадигмы. При том, что многие ученые словом парадигмы пользуются в современном мире. Дискурс, эпистемы, языковой игрой и предметным смыслом. Каждый на свой вкус отрицает реальность. Но, ребят, это секта, как бы это религия. Вы понимаете, что этот человек, он просто, ну, индоктренирован. У него мозг по-другому работать не может. Он не может, как бы, между дискурсами переходить. Человек не понимает просто, в принципе, что есть одна дисциплина, есть другая дисциплина. Дисциплины разные. У дисциплин разные методы. И реальность они осваивают довольно, ну, сомнительно. Кроме того, человек не понимает, что своя гносеология, вообще-то, и у науки есть. И, вообще-то, теория познания науки, она строилась с философами, вообще-то. Вообще-то, ее просто тупо создали философы, понимаете. Просто мужики и философы создавали гносеологию науки. Это нормально. Трактир знаний пишет, так, парадигма, это научный термин и применяется во всей науке. Ну, может, не во всей науке, но многие ученые его действительно применяют. То есть, ну, если смотреть вообще на всех позитивистов, там, постпозитивистов, то работы Куна, они, в принципе, признаны. То есть, да, и Поппер признан, и Кун признаны. Всем научным сообществом, вообще-то. Как ни странно. Есть тут такой момент. Если еще с Локатосом мы можем как-то вот так вот, да. И если Фейераббент, ну, точно почти никем не признан. То Куна отрицать, ну, простите, это уже довольно странно, с учетом, что... Ну, Кун просто брал и описывал. Вот у нас была наука до определенного момента. Вот у нас тогда была одна парадигма. Потом произошла научная революция. И вот у нас новая парадигма. Базовые теории сменились, старые теории ушли либо на второй план, либо исчезли. И вот произошла научная революция. Действительно, наука изменилась. То есть, не объективное знание, такое, как оно есть, которое получается методом воспринимаемой этой самой интуиции, да. А именно парадигма. Парадигма, да, действительно. Мы что-то предполагали, предполагали, предполагали. А потом оказалось, что это было, ну, совсем не так. И произошла, в общем-то, революция. Да, структура научной революции одна из самых цитируемых научных книг в истории, пишет М.С. Трактерс-Дарий. Действительно, действительно, действительно. Ну, что я могу сказать? Если у чувака есть степень, он степень получил зря. Ну, то есть, если у него лаборатории, там, да, вот эти вот микроскопы. Если у него есть научная степень, я бы ее у него отнял, короче, именно по праву. По праву, что он не сдал экзамен по истории, философии и науке. Собственно, экзамен очень важный для становления ученого, на мой взгляд. Я бы ему двойку поставил, и он бы не защитил кандидатский экзамен. И любой грамотный специалист должен был бы поставить этому мудаку, в общем, двойку. И не допустить его к научной деятельности, потому что человек объективно тупой. Все. Здесь мы, в принципе, закончили.